всем привет с вами кекс и сегодня я делаю безе у меня будут вот такие приколюшные безе на палочке я думаю вы уже не раз их видели на разных тортиках делаются они совершенно просто я буду делать их на швейцарской меренге на швейцарской меренге белок более стабилен его можно красить отсаживать и он долгое время сохраняет свою красивую форму не падает не течет ничего то есть мне очень нравится я не беру очень много сахара я беру всего лишь 50 60 грамм на один белочек некоторые берут два раза больше я считаю что этого абсолютно не нужно но здесь у меня яйца такие и не сильно большие не сильно маленькие и здесь получается на три белка я положила 165 грамм сахара я считаю этого вполне достаточно и так безе получается довольно сладкими швейцарскую меренгу делают на паровой бане обязательным условием есть паровая баня на плите может немножечко схватиться ваш белок и тогда у вас получится сладкий омлет это не прикольно ставим кастрюлю в ней закипает вода потом наверх этой кастрюли ставим кастрюльку с нашими белками и сахаром и перемешиваем взбивать абсолютно не нужно пены здесь нам добиваться не нужно нам нужно дождаться только момента когда у нас растворится сахар и все вот вы видите прошла там буквально минута-две обязательно перемешивайте быстро потому что у вас схватиться белок и потом отправляем в чашу миксера уже взбиваться вначале я ставлю на пятерочку а потом на семерочку уже из девяти скоростей как бы вначале на более мелкой скорости а потом посильнее это у меня уже белок где-то через минуту полторы после того как я начала взбивать вы видите появляются красивые борозды а это уже где-то минуты через три уже такие красивые борозды появились и уже есть у меня красивый пик белок стабилен он уже остыл он был слегка слегка теплый вот такие вот красивые пики и этот белок когда мы будем его отсаживать мы можем отсадить и он не начнет у нас плыть он будет довольно долго сохранять свою форму именно благодаря тому что он слегка термообработан это как бы очень удобно для нас я буду делать их вы видели в двух цветах розовый и белый поэтому я в два кондитерских мешка набрала свое безе в один покрасила это мне было покрашено гелевым красителем теперь я вставляю уже эти два мешочка в третий мешок на котором у меня насадка можно воспользоваться переходником но мне дико неудобно с ним работать поэтому я привыкла по старинке работаю так и все теперь можно отсаживать наше прикольное безе эти безе можно использовать сверху на тортик можно использовать для кинди бара можно просто сделать как безе по этому рецепту я никого не принуждаю делать двухцветные и на палочке вот поэтому смотрите как вам нравится и теперь я по кругу с насадкой звездочка у меня довольно крупная здесь насадка звезда отсаживаю по кругу свои безе отсаживайте их не сильно близко потому что иногда иногда они могут увеличиться чуть-чуть в размере но обычно этого не происходит отсаживаем их еще так я пыталась отсадить их на расстоянии почему потому что мне надо было потом втыкнуть палочки туда чтобы потом эти безе у меня были на палочки также мне надо было их уместить это все на один противень вот у меня полный противень это как раз вот именно таких больших крупных безе это получилось из трех белков но посмотрите именно у меня безе они довольно большие и крупные поэтому если у вас будут небольшие безе у вас получится два противня теперь я только повтыкаю туда палочки и буду отправлять свои безе сушиться сушиться мои безе будут при температуре 90-100 градусов где-то час-полтора в духовке вверх духовке и капельку приоткрываю то есть я ее открыла можно если у вас она сама не тормозит как бы чтобы не закрылась плотно вставить туда допустим деревянную лопатку либо ложку что вам нравится буквально там должна быть расстояние может быть в пол сантиметра просто для того чтобы выходил влажный воздух так быстрее и лучше подсохнут наши безе после того как прошло полтора часа выключаем духовку и даем им полностью остыть именно в духовке тогда у нас получается замечательные сухие вот такие вот светлые яркие и красивые и ровные безе я думаю вам понравился этот рецепт обязательно его попробуйте вдруг что было непонятно спрашивайте в комментариях а с вами был кекс до новых встреч пока пока